Доброго времени суток, дорогие зрители! Гости и подписчики канала, начинаем новую стройку, это МАЗ-537, последняя модификация, по-моему Г она называлась, точно, сейчас не вспомню, набор это от фирмы Трампетер в 35 масштабе, набор предоставлен. Магазином Я Моделист, обзорчик вы уже видели, сборку я буду проводить вместо Ивана, который делал обзор, поэтому там сложилась такая ситуация, что нет времени сейчас и возможности у Ивана работать с этой моделью, поэтому мы приняли решение, что буду собирать его я. Постараемся сильно не затягивать с выходом новых серий, снимаю уже на новую камеру. Ну и небольшие доработки попробуем сделать в ходе стройки, но по минимуму, касаться будут скорее всего только рамы нашего седельного тягача. В принципе, с нее нам и предлагает Трампетер стартануть. Детально, наверное, не буду показывать сборку, буду показывать только интересные какие-то моменты, либо на ускоренном режиме, либо в прямом эфире с комментариями, поэтому буду довольно часто, наверное, уходить на паузы. Постараюсь в эту серию вложиться, наверное, чтобы дойти хотя бы до седьмого вот этого пункта, или до восьмого. В общем, посмотрим, как у нас там пойдет сборка. Всего пунктов немного, поэтому сборка, я думаю, надолго не затянется. Ну что ж, ухожу на паузу для отделения деталей и всевозможной подготовки их, и начнем уже собирать. Далеко не убегайте! Что ж, прежде чем начать сборку, когда зачищал детали, вот эти вот основные нашей будущей рамы, здесь у нас очень много следов оттолкателей, довольно крупных, вот здесь вот было, попробую приблизить. Вот я их зашпаклевал, некоторые зашкурил, вот такой пользующий, мистер Уайт Пути, от фирмы Мистер Хобби Ганза. На обеих половинках у нас такая вот история, то есть, везде у нас. Я их зашкурил чисто для того, чтобы во избежание, если вдруг у нас это все будет видно, то есть, just in case, как говорят англоязычные наши коллеги, на всякий случай. То есть, излишки шпаклевки уберем, ну а теперь можно, в принципе, это все дело соединить. Будем пользоваться клеем Tamiya, нравится мне вот этот клей с салатовой крышкой. Сверхтекучий, но, quick setting, так называемый. То есть, он быстрее схватывает, чем с обычной зеленой крышечкой. Ну, показывать, наверное, я не буду, как я это все дело собираю. Или, может, покажу на ускоренном. В общем, сейчас решу. Ухожу на паузу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, что ж, подсобрал я тут еще кое-что. Такие вот у нас детальки различных раздаток. Сейчас приближу. Чтобы получше видно было. Вот такие вот у нас детальки различные. Пришлось здесь кое-что прошпаклевать, подшкурить, потому что стыковалось не совсем корректно. Здесь я еще шпаклевку не убирал. В общем, вот такие вот детальки. И вот такие вот еще у нас два узла, они потом соединяются. Вот так. Пролито все очень детально. Здесь еще надо будет обработать, прежде чем ставить. Как видите, тут небольшой такой зазорчик. Но это мы сейчас уберем. И... Будем ставить это все на нашу раму. Ухожу на паузу, чтобы вас не утомлять шкурением и всем подобным. И включусь уже непосредственно на установке вот этих вот наших деталюшек. Покажу их, как они у нас будут вставать. Далеко не убегайте. И... Я... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, показал я вам приблизительно, как это всё ставится. Честно говоря, не повторяйте мои ошибки. Не стоит сперва вот эти вещи ставить, распорки, усиление рамы, потому что они вам потом будут мешать ставить. Следуйте инструкции, сперва ставьте эти штуки, потом сперва ставьте раздатки, потом уже эти распорки. Еще вот момент, сейчас покажу вам, немножко сдвину. Вот, как видите на инструкции, я себе пометил вот эти узлы. Советую вам тоже пометить их, потому что они вот собираются вот на этом, на втором этапе. И вот они помечены, C, C, B, B, D, D, A, A. И чтобы их потом не перепутать, желательно вот на инструкции пометить, что это такое. Что ж, движемся дальше, приклеим сейчас вот эту вот часть бампера переднего и, наверное, соберем еще вот этот узел. Я так полагаю, это балансиры передних мостов, которые у нас идут, поворотные. В общем, это, наверное, я не силен, конечно, в матчасти, это, скорее всего, какие-то ступицы или что там. Элементы подвески. Вот, и еще, наверное, пятый, шестой этап сделаем. И на этом, наверное, закончим. Продолжим уже в следующей серии седьмого этапа и дальше. Ну что ж, ухожу на паузу для отделения деталей. Ну и вернусь. Далеко не убегайте. Подсобрал я еще кое-что. Вот, вот, система наших рычагов подвески на одну и на другую сторону. Такие вот у нас штучки. Сейчас попробую приблизить. Если можете видеть, пришлось здесь подшпаклевать. Были следы от толкателей. В принципе, это на всех вот таких подобных детальках. Вот, как можете видеть. А вот такие вот детальки. Будьте внимательны. Не срезайте вот этот вот шпенек. Потому что он должен быть. Я сперва хотел его срезать. Но потом остановился. Так. Ну и еще я немножко тут раму подсобрал. То есть, вот она у нас сейчас в таком виде. Приклеил передний бампер. Вот здесь вот идет. Это, я так полагаю, потом будет устройство седельное. Приклеил ящик. И вот эти вот у нас здесь будут потом фары. Точнее, стопаки задние и поворотник. Задние поворотники. Ну и тут еще так по мелочи кое-что. Вот тут приклеил такие вот штучки-дрючки. Вот тут какие-то мелочи такие вот. Петельки тут какие-то. Еще какая-то штука. Это впоследствии потом здесь мосты поворотные. И вот с бампером тоже пришлось заделать следы оттолкателей. Довольно массивные. Которые будут видны. Скорее всего, на всякий случай заделал. Ну а теперь нам нужно установить наши рычаги подвески. Чем мы, в принципе, сейчас и займемся. Не знаю, попробую, конечно, показать на камеру. Ну, если не получится, то извините. Ухожу на паузу, чтобы все примерить точно. Что да как должно быть. И начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рамы. Еще некоторыми деталями. Ресивер, как я полагаю, тормозной системы. Какой-то вспомогательный бак. Или сам основной топливный бак. Точно пока еще не разбирался. Ну и приклеил я наши тормозные диски. Что могу сказать. Когда будете собирать, будьте очень аккуратны. Особенно, когда вставляете вот эти диски сами в рычаги. Потому что довольно тяжело на щелчок они туда вставляются. Нужно приложить усилие. Можно, в принципе, случайно что-нибудь сломать. Поэтому будьте аккуратны. Если вот с этими попроще. Здесь можно просто их снять и диск насадить. И потом поставить. То вот с этими посложнее. Здесь они фиксируются вот этим амортизатором. Поэтому немножко посложнее. Что-то у меня тут зашумело так. Интересно. Что-то где-то болтается. Или мне показалось. Ну, не важно. Потом посмотрим. И еще вот момент. Вот с этой крышкой на ресивере. Советую ее ставить после того, как вы ресивер сюда поставите. То есть, тогда вы 100% не перепутаете. Как она должна вставать. Потому что здесь вот на самой инструкции. Вот она сборка ресивера. Не совсем понятно, как стоит. Потому что здесь вот сбоку у нас получается штырёчек, который вставляется сюда. Что ж. Наверное, закончу я эту серию. Из конструкции рамы нам, в принципе, осталось собрать вот такие вот рессоры. На задние мосты. Я их соберу уже за кадром. Приклею. И начнем серию уже с того, что... Тоже, наверное, соберу за кадром вот эту вот часть. Вот эту вот часть я соберу, наверное. Внутренности не буду пока собирать. Ну, приклеивать. А вот именно на днище приклеиваю еще один тут ресивер какой-то, ящик. Еще какой-то механизм. Чтобы поставить днище кабины на свое место. То есть, вот сюда вот. Потому что там кое-что должно, по идее, тянуться шланги там. Но это уже я сделаю за кадром. Что ж. На этом закончим. Ну, кстати, тут какая-то протяжка шлангов еще есть. Ну, это потом. В следующей серии уже встретимся. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не подписаны, подписывайтесь. Чтобы не пропустить продолжение. Да и вообще быть в курсе всего происходящего на канале. Ну, спасибо всем за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал.